CSGO.net.in. Скины CSGO по низким ценам. Так что проверьте, чтобы кнопка лайка была нажата, это 100% увеличивает точность попадания в игре, лично проверял и погнали к настройке. Приятного просмотра! Первым делом открываем Steam, жмём правой кнопкой мыши по игре, опции и заходим в раздел локальные файлы, где жмём обзор и находим иконку запуска игры. По ней также жмём правой кнопкой мыши, свойства и во вкладке совместимость выбираем отключить оптимизацию во весь экран и применить. Далее заходим в игру и это уже должно было помочь. Однако, конечно, это не всё. Те, кто следят за киберспортсменами, наверняка замечали у них крутые скины. Конечно, это не то, чтобы влияет на тряску, однако наверняка увеличивает уверенность в своих навыках и как следствие самовнушение действительно улучшает игру. Притом, это сейчас не шутка, статистика показывает, что это правда, и чем круче скин, тем лучше результат. Но что делать, если денег не очень много, а купить топовый скин очень хочется? Тогда вам на сайт CSGO.net, где самые низкие цены достигаются путём вероятности выпадения скинов. Проще говоря, выбранный скин может выпасть не с первого раза, однако взамен вы получите не менее интересный экземпляр. Покажу на примере перчаток Сломанный Клык Жёлтые Полосы, обзор на который вы можете посмотреть на канале. В стиме за состояние, закалённое в боях, просят 5,5 тысяч. На разных торговых площадках цена зачастую пониже, где-то 4,5. Ну а на CSGO.net цена таких же перчаток составляет 1200 рублей. Но напоминаю, из-за того, что они могут выпасть не с первого раза. А потому я их куплю трижды, для чего мне должно хватить 3600 рублей, которые можно пополнить на аккаунт любым удобным способом. Так что жму купить, оплачиваю, и с первого раза выпал скин для USP, гораздо дешевле, чем я заплатил. Но так сайт и работает. За счёт того, что кому-то может выпасть скин подешевле, кому-то выпадают подороже. Здесь главное не сдаваться. А потому продолжим. Жму купить, оплачиваю, и со второго раза уже выпали перчатки, при том с весьма приятной ценой, что я уже в плюсе. Но всё ещё не те, которые я выбирал. Так что продолжим. Оплачиваю. И вот-таки на третий раз выпали перчатки сломанный клык, жёлтые полосы, которые себе на аккаунт в Steam можно отправить в личном кабинете. То есть, потратив 3600, я получил не только выбранный скин дешевле Steam'а, но ещё и два дополнительных в подарок. Так что ссылочку на сайт, кто хочет так же, оставлю в описании. Но и это ещё не всё с настройкой. Тряску экрана мы, конечно, убрали, что уже не так раздражает при игре. Но ещё осталась тряска рук, которая не менее раздражительна. Дабы от этого избавиться, заходим в настройки игры и включаем консоль, после чего прописываем следующие команды. CL-BOB-LOWER-AMT1. Эта команда снижает тряску рук при движении и другие заметные смещения. Вторая команда CL-BOB-AMT-LAT-0 уменьшает тряску рук по горизонтали при стрельбе и ходьбе. Далее похожая команда, но уже CL-BOMB-AT-0 уменьшает тряску по вертикали. И ещё две команды CL-VIEW MODEL-SHIFT-RIGHT-AMT 0.250 тысяч и CL-VIEW MODEL-SHIFT-LEFT-AMT 0.500 тысяч уменьшает уже тряску оружия в стороны. А дабы улучшить считывание движения мышки, также можно прописать MRAV-INPUT-1 для обработки данных напрямую игрой в обход настроек Windows. Ну а дабы их не прописывать каждый раз после перезапуска, просто скопируйте все команды в параметры запуска. Сделать это можно, открыв свойства игры в стиме в разделе «Общие». Ну а сами команды будут, конечно же, в описании. Далее здесь же в настройках заходим в контроллер и выбираем «Отключить систему ввода стим». Ну и последнее, но не менее важное, это акселерация мышки. Для тех, у кого большие мониторы, это действительно полезная функция при работе с Windows или серфом в интернете. Но в игре она только мешает, так как автоматически ускоряет движение курсора, что в игре влияет на точность. И как следствие, приходится хаотично пытаться удерживать цель в прицеле, а это ведет к той же тряске. Дабы убрать акселерацию, жмем «Пуск», «Параметры», «Устройство», выбираем «Мышь» и жмем «Дополнительные параметры мыши». Затем во вкладке «Параметры указателя» отключаем повышенную точность и жмем «Применить». И затем в самой игре также отключаем ускорение мышки, если оно было включено. Ну и в целом, стряска экрана на этом всё. Однако немалую роль ещё играет фпс. Но о том, как его повысить и оптимизировать кс, на канале уже есть отдельное видео, можете посмотреть по ссылочке в описании. Оно будет полезно как тем, у кого мощное ПК, ведь прироста фпсов никогда лишним не будет, так и особенно для слабых ПК, где важен каждый кадр. Ну а на сегодня это всё. Спасибо за просмотр, надеюсь помог решить вашу проблему. Если так, не поленитесь подписаться на канал, здесь будет ещё больше интересных и полезных видео. А также ставьте лайки, пишите о чём бы хотели ещё видео в комментариях и до встречи в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok